Всем привет и приветствую вас на моем канале! На этот раз у микрофона, как всегда, плагиат, и я рад сообщить вам, что Blizzard предоставили мне возможность анонсировать одну из карт нового дополнения «Ведьмин лес», которая выйдет уже в середине апреля. Ко мне в руки попал лорд Гилнеса, который на протяжении долгого времени был правой рукой гена Седогрива, которого, к слову, уже анонсировали. Однако в результате борьбы с воргенами ген заразился ликантропией, и их связь прервалась. Человек, который впоследствии стал нежитью и смог в одиночку одолеть Селивану Ветрокрылую. Управляющий крепости Каменного Клыка, за которым охотится как Альянс, так и Орда. Представляю вашему вниманию лорд Годфри. В Харстоуне он является классовой легендарной картой Чернокнижника, стоит 7 маны и имеет статы 4-4 и данный боевой клич. Наносит 2 единицы урона всем существам. Если одно из них погибает, эффект повторяется. Как говорится, осквернения не может, лорд Годфри поможет. Имея не самые лучшие статы для существа за 7 маны, лорд Гилнеса все же имеет шансы заполнить тот самый пробел седьмого хода у контроль Чернокнижников. Именно для контроль Чернокнижников, потому что исходя из эффекта, который является АОЕ зачисткой и высокой стоимости по мане, мы вряд ли захотим играть его в том же Зулоке. На данный момент самой популярной вариацией контроль Чернокнижника является вот эта колода. И как вы можете заметить, седьмой ход в ней отсутствует. И даже несмотря на выход Нзота и мастерицы Микстур с Годом Ворона, это не отменяет тот факт, что один ход может решить очень многое. В отличие от осквернения, лорд Годфри наносит две единицы урона вместо одной, что может стать летальным фактором при игре против Агроколод. Стоит лишь вспомнить, насколько более мощным становилось осквернение, когда под вашим контролем был, например, Нечестивый Фанатик. Да, в игре также есть и могучий Абиссал, который, к слову, выходит в вольный формат, так же как Нзот и Мастерица Микстур. Он за 7 маны может предложить нам статы 6-6 и боевой клич, который наносит 3 единицы урона всем существам. Однако этот демон Абиссал очень плохо сочетается с современными Куб и контроль Чернокнижниками, которые играют Череп Монарий и неодержимых лакеев, которые, в свою очередь, делают боевой клич Абиссала бесполезным, когда лорд Годфри, в свою очередь, заполнит ваш седьмой ход так же хорошо, как это сделал ментальный крик в разаку в жрецах. Таким образом, с добавлением этой легендарки Чернокнижники получат восьмую карту с возможностью зачистки стола, которая будет шикарно сочетаться с манокривой современных архетипов. Но это все об игре в соревновательном режиме. Что же нам делать с лордом Годфри на арене? Очевидно, здесь ее также стоит рассматривать как хорошая АОЕ. Однако, с новой системой подбора карт, нужно будет отталкиваться от того, какие карты посчитают равными по силе лорду, который одолел саму Сильвану. Ну а на этом у меня все. Уже совсем скоро Ведьмин лес появится в игре, и я жду не дождусь затестить лорда Годфри и другие очень интересные карты нового сета. Надеюсь, ролик вам понравился, а у микрофона был, как всегда, плагиат. Увидимся в игре.